На связи экипаж Международной космической станции. Ведите себя хорошо. Нам отсюда всё видно. Будьте любопытными, будьте отважными. Стремитесь узнавать новое, мечтайте. О таком уже орловские школьники и не мечтали. Звонок не просто именитому земляку. Общение с орбитальной станцией – лучший подарок ко дню защиты детей. Перед началом сеанса – короткий инструктаж. К разговору с орбитой надо готовиться. Задержка звука и изображение будет разниться. Пять секунд. Дождитесь, пока космонавт Александр услышит ваш ответ. На прямой связи с Центром управления полётами – орловчанин Александр Мисуркин. Телемост, Земля, орбита – общение не просто с земляками. Все они – воспитанники одного классного руководителя – Зои Алексеевны Домниковой. И переехали самые маленькие наши. Такую дорогу вытерпели. Мы все тобой очень гордимся и желаем тебе скорейшего, мягкого приземления. Спасибо огромное, Зои Алексеевна. Спасибо, родная моя. Я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Ребятам обязательно мечтайте и не бояться идти к своей мечте. От Орла до Московского ЦУПа целый день пути. Даже до своей орбиты Александр Мисуркин долетел быстрее – за пять часов. Мечтает отправиться и дальше. И, быть может, покорить Марс. Когда был курсантом качества высшего военного училища. И именно тогда я сказал, что я хотел прилететь на Марс. Страшна соседняя рота. И на следующий день сказал, «О, друг, привет! Привези мне марсианских яблот». Я все еще надеюсь им их привезти. Их интересовало все. И что было бы, если бы мечта не сбылась? И какие талисманы у Александра на орбите? И ждет ли космический экипаж встречи с инопланетянами? Если они к вам привлекат, то мы будем очень рады с ними познакомиться. Каковы перспективы попасть в космос для молодой, красивой, умной, привлекательной девушки? Еще главное добавить целеустремленности, желания и терпения вести к поставленной цели. Провел теперь уже известный космонавт Александр Мисуркин и короткую экскурсию по своему орбитальному дому. Здесь с космической высоты он всегда пытается найти свою родную пять Земли.